Добрый день, уважаемые коллеги. Поговорим о посттравматической эндотелиопатии. Поговорим потому, что в основе обсуждаемого исследования лежит суперисследование Пропор с бюджетом в 60 миллионов долларов, в котором бывшие американские военные, ныне занимающиеся гражданским здравоохранением, пытались сопоставить две тактики соотношения компонентов крови у пациентов с тяжелой травмой на начальном этапе. То есть один-один к одному или тромбоцитов две дозы в такой ситуации. Результаты этого исследования опубликованы 3 года назад. 12 серьезных больниц, почти 700 пациентов. Ну, в общем-то, основные показатели летальности в группах сравнения не отличались. Но по вторичным данным принято, что один-один к одному лучше. Очень важно, что применяли жидкую плазму, хранящуюся при плюс четырех. Очень быстро доставляли ее до постели пациента, поступившего в реанимацию. И сделан вывод о том, что, конечно, очень важно раннее начало терапии, раннее контроль кровотечения. И поступившим раненым переливаем дозу эритроцитов, дозу плазмы. Дозу тромбоцитов имеется в виду полученную из цельной крови, но это расчетный показатель. То есть на шесть доз эритроцитов переливают один лечебный концентрат тромбоцитов. В Америке он сейчас пока 3 на 10 в 11 клеток в одном контейнере. И вот у этих пациентов исследовали сывороточную концентрацию Синдикана-1. То есть похоже на то, что морозили сыворотки и сейчас разморозили и посмотрели этот Синдикан-1. Напомним, что это белок, который входит в состав клеток эндотелия. Его биология кратко представлена на картинке. Входит он в состав цитоскелета и под действием разных факторов при стрессе отщепляется и из клетки попадает в плазму. Соответственно, прочность клетки при этом сокращается. На картинке известная точка зрения, правда рисунок схематический. А потрогать-то в общем тяжеловато пока и визуализировать эту схему. Но датские наши коллеги из центра крови Копенгагена предлагают концепцию SHINE. Эндотелиопатия, индуцированная шоком. Причем в основе повреждения эндотелия высокая концентрация катехуламинов. И вот участники исследования ПРОПОР поделились на две группы. Из анализа исключены люди, умершие в течение трех суток. Ну вот концентрация синдикана доступна у 512 человек. Причем забирали кровь через 4 часа после поступления. Почему? Потому что к этим 4 часам уже заканчивалась реализация массивной трансфузии. Вот по той схеме, о которой мы только что сказали. И выделили две группы пациентов. С концентрацией синдикана менее 40 нанограммов в миллилитре. И более 40 нанограммов в миллилитре. Значит если синдикана мало, то сепсис развился у 14% пациентов. А если синдикана много, то у 41. Давайте вспомним, что сейчас считают сепсисом. То есть это угрожающая жизни органная дисфункция. В результате нарушения ответа организма на инфекцию. И дисфункция эта определяется как прирост тяжести по шкале СОФа на 2 и более баллов. Надо сказать, что это определение сформулировали в 2016 году. А пропор кончился раньше, поэтому пользовались участники исследования предыдущим определением сепсиса. Когда считали, что сепсис это наличие инфекции и синдрома системного воспалительного ответа. Ну вот чуть более подробно. Левая колонка это те пациенты, у которых синдикана мало, правая у которых много. Мало синдикана люди постарше. Менее тяжелая у них травма. Более часто проникающее ранение. Значимое, менее выраженный дефицит оснований. И меньше они крови получили. 13 и 26 видов компонентов соответственно. Ну эритроциты 6 и 9. Плазма 3 и 7. Тромбоциты одинаково. По 6 доз. Но это средний показатель. Все равно тем, у кого больше синдикана было, больше перелили. Значимо больше. Здесь обратите, пожалуйста, внимание на количество плазмы. То есть высокий синдикан плазмы льют больше. Почему я просил обратить внимание? Потому что в принципе плазма считается возможным одним из видов влияния на эндотелиопатию. Потому что мы сейчас выясним, как ее диагностировать вот этим синдиканом. А надо же еще как-то и лечить. На картинке доля пациентов свободных от сепсиса. Синяя линия это люди там, где синдикана меньше 40 нанограммов. А красная линия там, где больше. Мы видим, что доля пациентов без сепсиса, конечно, там где синдикана много, сепсис развивается чаще. Характеристики пациентов уже с сепсисом. Здесь в левой колонке те, кто были без сепсисов. В правой те, кто с сепсисом. Значимые отличия. Более тяжелая травма. Реже проникающие ранения. И опять количество перелитой крови. Чем пациенты с сепсисом получили всего существенно больше. Ну и концентрация синдикана. Также в два с лишним раза больше была у пациентов с сепсисом. Летальность. Нет сепсиса 5%. Есть сепсис 11%. Тоже значимые отличия. Осложнение. В зависимости от концентрации синдикана. Чаще развивались инфекции мочевыводящих путей. Раневые или катетерная инфекция. Чаще почечная недостаточность. Чаще пневмония. Острое повреждение легких. Нет различий в трансфузионных реакциях. 15 и 17% соответственно. Ну согласитесь много. У нас всего получается 16 до 86. 84 реакции в такой группе небольшой пациентов. У нас во всей стране меньше существенно. Еще интересно, что у пациентов с сепсисом отмечалось частое повторное кровотечение после достижения гемостаза. Там где сепсиса не было, таких случаев тоже не отмечено. Ну и вот, когда многофакторный анализ провели, что связано с сепсисом? Не связано отделение, в котором оказана помощь. Всего мы помним 12 госпиталей. Немножечко связано количество перелитой крови, тяжесть повреждения. И существенно, наиболее значимо, связано факт высокой концентрации синдикана через 4 часа после травмы. Поэтому известная схема порочных кругов при кровотечении, при шоке, сейчас, видите, дополняется существенно в самом центре. Разрушением гликокаликса, приводящим к повышению синдикана. То есть геморрагический шок запускает порочные круги, дисфункции иммунитета, метаболический шторм со свободно-радикальным окислением, активацию надпочечников, падение давления. Все это приводит к воспалению, к ишемии и к эндотелиопатии, сопровождающейся кагулопатией. В общем, запускаются порочные круги. С одной стороны отек, с другой нарушение микроциркуляции. И в итоге развивается дисфункция органа. О лечении. Ну, точных исследований, больших, серьезных, пока нет. О них или небольшие есть исследования, или на животных. Но, во всяком случае, размышляют о том, что эндотелиопатию при тяжелой травме, возможно, смягчит введение плазмы или концентрата факторов свертывания. Транексамовая кислота. Бета-блокаторы, как наши датские коллеги. Предупреждают. Здесь нужно оговориться, что, конечно, исследователи здесь делают несколько оговорок, ограничений этого исследования. Все-таки старались оценить именно тактику трансфузионной терапии. А синдикан – это такая находка побочная. Помощь оказывали в 12 суперклиниках. А они, в общем, не в обычной больнице. И само определение синдикана. Значит, моноклональные антитела французы синтезировали. То есть, покупали во Франции. И сами делали систему для твердофазного иммуноферментного анализа. То есть, в общем-то, ну, может быть, в других больницах с другим оборудованием, с другими реагентами, вот эта вот пограничная величина 40 будет несколько иной. Во всяком случае, делают вывод о том, что повышенный уровень синдикана при тяжелой травме связан с последующим сепсисом. И нужно искать вмешательства, которые будут коррегировать эндотелиопатию и снижать концентрацию, соответственно, синдикана. Вернее, его слущивание с поврежденных клеток эндотелия, что позволит улучшить клинический исход. На что бы хотелось еще обратить внимание, уважаемой трансфузиологической общественности. Посмотрите, чем занимались в Хабаровске в 1941 году. Диссертация о переливании неподогретой крови. Одна из проблем была в том, что подогревание крови... Ну, мало того, что, конечно, там на примитивных водяных банях ее выполняли, частенько перегревали. Но проблема в том, что, как, собственно говоря, сейчас подогревание крови требует времени. И вот цитата, насколько современная. Посмотрите лекцию, недавно вы сочиняли, про переливание цельной крови на войне. Цитата 1941 года. Чтобы выжить вообще, нужно прежде всего выжить в течение получаса после травмы. А подогревание крови эти полчаса как раз съедает. Поэтому, видел я в проекте правил, обсуждаемых, тезис о том, что любая трансфузионная среда должна быть подогрета. Но вот не любая все-таки. А то мы когда будем подогревать, у нас и пациент может отяжелеть. Всегда рады видеть вас на циклах кафедры. Мы развиваем заочное обучение как для врачей-трансфузиологов, так и для врачей всех специальностей. Книжки сочиняем, ждем вас на конференциях в декабре в Пироговском центре, а в мае в Крыму. Спасибо вам за внимание. Всего самого хорошего.